Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Что она выглядит дешево Что это значит? И можно ли выглядеть на миллион, одеваясь бюджетно? Сегодня я вам об этом обязательно расскажу А пока едем за Ксенией Ксения Бутахина Домохозяйка с секретом С виду обычная девушка А на самом деле талантливый художник Раньше Ксюша могла годами Не подходить к Мольберту Но после рождения дочки В ее жизни случился настоящий творческий взрыв И теперь девушка постоянно Рисует портреты на заказ Я считаю, что каждый человек по-своему красив В каждом можно увидеть его Изюминку И как бы именно это я стараюсь подчеркнуть в своих картинах То есть показать то, что скрыто у них внутри Вот только в себе Ксения не видит никакой изюминки А страсть к нарядам, макияжу и красивым прическам Осталась в далеком прошлом Сейчас молодая мама не ходит по магазинам В поисках стильной одежды А покупает самые дешевые вещи в интернете В последнее время мне больше кажется, что лучше ребенку купить куклу еще Или ей купить какие-то платьишки То есть на себя мне, ну, это жалко тратить деньги Стараюсь экономить Но пристрастие Ксюши к интернет-шоппингу Категорически не нравится ее мужу Антон постоянно критикует девушку За ее копеечные обновки Ну, например, купила я блузку Надела на себя И когда спросила его, ну как Он так с ухмылкой Сказал, что ну вот ткань какая-то не та Тут эти какие-то блесточки-стразики Он говорит, ну, видно, что дешево и сердито Для Ксении это тревожный знак Ведь Антон постоянно вращается в обществе изысканных красавиц С которыми его собственная жена не выдерживает никакой конкуренции У моего мужа круг общения по работе такой Что очень много состоятельных людей И он привык видеть девушек, которые очень много времени тратят на уход за собой И у него есть друзья, у которых очень успешные жены Которые тоже следят за своим внешним видом И он сравнивает меня с ними И боюсь, что эти сравнения не в мою пользу Девушка чувствует Еще немного, и супруг начнет ее стыдиться Чтобы не потерять любимого, она решилась измениться И завтра, когда пара будет праздновать годовщину знакомства Ксюша мечтает доказать Антону Она способна выглядеть стильно и эффектно Хочу, чтобы мой муж увидел меня успешной Чтобы он видел, что я не хуже жен его друзей И что он нам может нагордиться и восхищаться Сможет ли Александр Рогов превратить художницу в дешевых джинсах в яркую красотку? Хватит ли у девушки смелости громко заявить о себе? Узнаем через 24 часа Ксюша, приветики! Привет! Как твои дела? Отлично, все в предвкушении Ну супер! Я тебя поздравляю, ты стала участницей нашего модного шоу «Успеть за 24 часа» Я предлагаю поехать в мой офис, по дороге поболтаем и обсудим правила программы С удовольствием! Хорошо, поехали! Ну рассказывай, что за повод? У нас с мужем 4 года с дня нашего знакомства И мне хочется, чтобы в этот день у него всплыли те эмоции, первые яркие, которые были в тот период Прекрасно! Сейчас хочу огласить тебе очень важные правила нашей программы Во-первых, сдавай мобильный телефон Минутку Когда у Ксюши звонит телефон, она часами его ищет в своей бездонной сумке Помочь тебе? Да Вот Мобильный телефон забираю, потому что я не хочу, чтобы ты с кем-либо связывалась Рассказывала о том, что с тобой происходит Фотографировалась из-под тяжка и портила мне сюрприз Ладно Также по пути нашего исследования мы закроем все зеркала И сегодня в зеркале ты себя с утра видела последний раз такой Прямо сейчас я засекаю время У нас всего 24 часа на твое преображение И я надеюсь, что мы успеем Ксюша, у меня к тебе большой вопрос Почему ты, творческий человек, выглядишь не как творческий человек? На тебе валенки, я вижу там еще носки, чтобы потеплее было На тебе простые джинсы На тебе, ну, супер банальная водолазка Почему ты внешне не отображаешь то, какой ты на самом деле творческий человек? Может быть, мне сейчас уже не хватает и смелости на эксперименты Как-то все быть дома И я в последнее время там вещи заказываю в интернете Я знаю, что твой муж к этому относится крайне скептически Вот что он об этом говорит? Его очень это раздражает Последняя моя блузка, которую я приобрела Муж на меня когда увидел, он сказал, что он даже рядом вообще со мной не встанет Если я выду в ней на улицу И признаться, все, что я заказала, практически, по-моему, я отдала Понимаешь, ты хотела сэкономить денег, но в итоге ты не пользуешься этими вещами Так точно Неужели у тебя сейчас не хватает совсем немного времени, чтобы продумать свой образ? Получается, что сейчас днем я провожу все время с ребенком практически А ночами, когда укладываю спать, я занимаюсь своей профессиональной деятельностью Я рисую И у меня вот есть небольшой сюрприз, если можно его включить Так, сюрприз Это небольшой подарок Это очень нескромно Похоз? Это же не фотография, то есть ты с фотографией, с моей, срисовывала? Да, рисовала маслом на холсте Я буду вот так теперь сидеть и с тобой разговаривать Далее в программе Какие комплименты слышит Ксюша от мужа? Прекрасная челюсть, как у щелкунчика, в которой можно орешки щелкать Может, над грудью, я не знаю, пошутить Уй ты, укусчики мои там Что скажет стилист о внешности своей подопечной? Я вижу, что ты очень хрупкая Прям тонюсенькая Так, шарик на ниточке Ксюш, давай еще обсудим вот эти претензии твоего мужа Что еще он говорит про твою внешность? Про внешность он очень любит меня подкалывать Так Он, например, шутит часто про мою челюсть Так Часто говорит, моя дорогая, я тебя так люблю Ты у меня самая замечательная Вот особенно твоя прекрасная челюсть, как у щелкунчика, в которой можно орешки щелкать Как его зовут? Антон Антон, шутки про челюсть в вашей семье неуместны Что еще говорит? Может, над грудью, я не знаю, пошутить Ну, что он про грудь говорит? Ну, ему нравятся очень большие размеры Коими я, к сожалению, не обладаю Он там может, там, пошутить Там, пульты, пупусечки мои Ой, Ксюш, на вас, конечно, какая-то юмористическая семейка На самом деле, это круто тоже с иронией относиться к себе Ты же тоже понимаешь прекрасно, что у тебя есть определенные физические данные Ну, конечно, есть пластика, есть операции Если он хочет, пусть профинансирует Ты можешь увеличить себе объем груди Даже в планах Вот Так что скажи, дорогой, вместо того, чтобы пупусечками их называть Давай-ка мне денежки, я пойду себе сделаю Так и буду говорить Но я, на самом деле, никаких критических проблем не вижу Что касается твоего подбородка Мне, наоборот, он кажется интересным и крайне индивидуальным И тебе он идет, у тебя внешность такая острая У тебя вот такие глаза Кстати, про глаза мы еще поговорим в салоне красоты Потому что я вижу татуаж Причем мне кажется, что от него мы должны научиться избавляться Потому что очень яркие стрелки и слишком толстые Тебе пообещали, что это уйдет в какой-то момент? Или это навсегда? Нет, я была к этому в тот момент готова Это просто было уже лет пять назад Сейчас, конечно, я бы уже не делала их такими длинными Мы все научимся это визуально скрывать Очень хорошо Давай попрошу тебя переодеться в тот наряд, в котором ты без моей помощи Планировала отправиться отмечать свою годовщину Тогда иду переодеваться Да, переодевайся, я жду тебя здесь Вот и я Ксюш, я вижу, что ты очень хрупкая Прям тонюсенькая Так, шарик на ниточке И мне кажется, что присутствует некий диссонанс между верхом и низом Я вижу, что фигура у тебя спортивная Довольно узкие бедра Можно я посмотрю? Смотри, если я натяню платье У тебя прям практически одной ширины талии и бедра Это небольшая проблема, все это можно моделировать при помощи специфического кроя одежды Что мне не нравится категорически, что ты в очень темном вышла ко мне Ты все-таки художник, ты человек, живущий артом У тебя, мне кажется, какая-то удивительная фантазия И ты многие вещи видишь не так, как другие И при этом ты надеваешь, ну, очень скучное платье Да, просто после своих последних экспериментов с неудачными покупками Каких-то ярких вещей, когда мне муж сказал, что там я выгляжу дешево и сердито Я уже боюсь немного экспериментировать Смотри, я не хочу, чтобы твой муж отбил у тебя желание экспериментировать Во-вторых, что касается этого платья, дешево оно не выглядит На самом деле это приемлемое платье для офиса Но ты-то не ходишь в офис, понимаешь? Да И ты можешь себе позволять быть яркой Вопросы ко мне есть? Нет, только все в предвкушении Ну, отлично Прямо сейчас предлагаю, наконец уже к тому самому преображению приступить Отправляемся к стоматологу Глеб, Лена, здрасте Привет, Саша Хочу вас познакомить с Ксюшей Ксюша, это Глеб Пекли, его команда, они займутся твоей улыбкой Глеб Пекли Эксперт в области эстетической стоматологии и мастер белоснежных улыбок Глеб уверен, красивые зубы это статус-символ В его распоряжении самые передовые технологии А в его послужном списке первые лица российского шоу-бизнеса Глеб ведет свою личную войну со стереотипами, раз за разом доказывая Визит к стоматологу может быть удовольствием Мой коронный вопрос К чему готовимся, да? Да У меня годовщина знакомства с мужем, 4 года Романтический повод Хороший повод Давай, Ксюш, располагайся в кресле Открывайте, пожалуйста, руки А у Ксюши пирсинг в языке, я вижу Саш, ну у Ксюши на удивление все хорошо Хоть и есть пирсинг в языке, который обычно влияет на сколы, на зубах Да, я знаю У Ксюши хороший, собственно, тип эмали, поэтому цвет мы получим сегодня очень хороший Сделаем сегодня отбеливание Отбеливание, супер Я поехал на шопинг, скоро вернусь У вас есть пара часов Смотрите далее Что обнаружит косметолог на лице Ксении Пустой глазничный край А это как? Покажи, что такое пустой Ну вот видите, у нее такая большая орбита Да Ей нужно сниматься в каких-нибудь фильмах Готических Да Без грима Семейка Адамс, например И как девушка признается в своих слабостях Ну а что платишь? Ну потому что я не знаю, откуда мне взять эти силы Ну откуда их люди берут, давай подумаем Пока стоматолог занимается улыбкой Ксюши У меня есть время подобрать для нее три образа По условиям нашей программы Не видя своего отражения в зеркале Ксюша выберет только один И именно в нем отправится на романтическое свидание С собственным мужем Ксюша по секрету рассказала мне Какой сюрприз приготовила любимому Ну а я намерен в свою очередь Удивить ее Ксюша человек, который профессионально занимается артом Но визуально это никоим образом не подкреплено Проще говоря, она выглядит не как художник А как заурядная девушка Мне бы очень хотелось, чтобы все три образа, которые я подберу Рассказали о ней как о личности нестандартной Это во-первых А во-вторых, мне кажется, маленькой спортивной фигурке Ксюши Не хватает объема Это легко компенсировать с помощью правильно подобренной одежды Я всегда настаиваю Одежда должна рассказывать о человеке Сегодня меня вдохновил один из моих любимых художников Энди Уорхол А точнее его муза Эдди Сэжвик У этой хрупкой красотки были огромные глаза И неповторимый стиль Который навеял мне этот наряд для Ксюши Интересная юбка Золотая Футболка с принтом Плюс массивная меховая жилетка Мне кажется, Ксюше это будет понятно А вот к этой футболке с портретом Я бы на ее месте как следует присмотрелся Чем не идея для собственного бизнеса Посмотрите, какое я нашел платье Настоящий арт-объект Я хочу, чтобы завтра вечером Ксюша выглядела Как произведение искусства И, кстати, ее муж тоже наверняка оценит подобное платье по достоинству Смотрите, благодаря жестким ребрам из китового уса Оно держит форму И добавляет объема в правильных местах А еще после участия в нашей программе Ксюша сможет поставить это платье дома на почетное место Любоваться им и вспоминать, как же было круто в нашей программе Муж Ксюши считает, что она выглядит дешево Должен сказать, что качество и внешний вид вещей, конечно, зависит от цены Но не на сто процентов Если вы хотите на чем-то сэкономить Пусть это будут простые, понятные, предсказуемые вещи Без лишней фурнитуры и декора Которые сложно испортить Недорогими могут быть, например, белые футболки Хлопковые офисные сорочки И еще, иногда дешевую одежду просто нужно довести до ума Заменить пластмассовую фурнитуру Укоротить на пару сантиметров Идеально посаженная по фигуре вещь Всегда смотрится качественно Поэтому, если вы хотите выглядеть дорого Заведите себе хорошего портного Ну а я своим шопингом доволен Я до за Ксюшей Показывайте мне результат Посмотри, пожалуйста, мне кажется, очень хороший результат Это то, что стало А есть то, что было? То, что было, пожалуйста Ну это очень круто Ксюш, я тебя поздравляю Ты довольна? Спасибо большое, да, я очень довольна Мало того, что я давно уже мечтала об отбеливании Так еще и релакснуть удалось во время процедуры И мы показали, пледиком накрыли Я знаю Да, очень прекрасно Класс Глеб, спасибо большое Лен, спасибо Поехали к косметологу Да Пока Счастливо Большое спасибо Макс, привет Хочу познакомить Хочу познакомить тебя с Ксюшей Ксюша, а тебе представляю Макс Адам Шерер Твой косметолог Макс Адам Шерер Доктор-скульптор Специалист по малоинвазивной хирургии Пластический хирург Косметолог Может преобразить лицо С помощью пары уколов В его послужном списке Три десятка международных сертификатов И самые статусные пациенты Я очень боюсь уколов И всего, что с ним связано Макс, вот татуаж на глазах Ксюша не боялась себе делать? Я к тебе боится У нас он такая, как это Готическая принцесса Готическая принцесса Ты знаешь, есть такое понятие Пустой глазничный край Это наследственные понятия А это как? Покажи, что такое пустой Ну вот видишь, у нее такая Большая орбита Да И нужно сниматься В каких-нибудь фильмах Готических Да Без грима Семейка Адамс, например Да? Что ты предлагаешь? Ну, во-первых, скажу Что нужно сделать вообще Гипотически Есть такая очень классная Манипуляция Которая называется Липографтинг Это когда берутся Жировые клетки Да У них просто, видимо Продолжение Это правда Вот А если бы у нее были Эти жировые клетки То мы могли бы их Вот сюда Подсадить Чтобы заполнить Вот эту нишу, да? Да Смягчить вот эту грань Так, сегодня эту процедуру Мы не делаем Надо немножко ей поправиться Скопить жировые клетки Ксюша Надо поправиться И вернуться к Максу Да Будет повод покушать Отлично Что будем делать сегодня? Есть мысли Сделать акцент На скуловую область Наши скулы Они, естественно Потянут Овал лица Делаем скулы? Делаем скулы Ксюша, не бойся Хорошо Макс, рассказывай Когда ты надавливаешь Конечно, очень страшно Лепить скулы Ага Посмотри на меня, пожалуйста Ну, на самом деле Очень круто Теперь меня бесит Только твои стрелки Макс, можно что-то сделать С перманентным макияжем? Можно смягчать лазером Но дело в том, что зона Настолько деликатная Что это нужно было делать В несколько этапов Ой, буду готовить Ксюшу К нескольким этапам Избавления от стрелок этих Потому что на самом деле Можно каждый раз Себе такие рисовать И еще и варьировать Как-то форму Ксюша, я предлагаю Сейчас ехать в гостиницу Наконец уже отдохнем Мне уже не терпится Макс, спасибо большое Огромное спасибо Счастливо Пока Субтитры сделал DimaTorzok Ксюша, мы с тобой в гостинице Здесь останешься на ночь Номер готов к заселению Зеркала мы там закрыли В лифте, как ты понимаешь Делать это сложно Придется надеть маску Сейчас я только шапочку сниму Давай, держи Так Все, поехали Осторожно Ой Так, раньше меня не входили Пошли Три, четыре Угу Осторожно Ага, прямо Прямо, прямо Я пошла заочно Я пошла заочно И выбрала Другую специальность И что в итоге выбрала? Реклама Ксюша, ну как так? Ну вот не хватает мне Какой-то пробивной силы Мне и муж постоянно Об этом говорит Что надо быть Сильнее, активнее Целеустремленней Угу Он, мне кажется, больше, чем я Даже в меня верит Он же тебя мотивирует Да Стань таким же движком Для себя, как твой муж Ты должна понять Что тебе есть К чему стремиться И начать все для этого делать Ну а что платишь? Ну потому что я не знаю Откуда мне взять Эти силы Ну а откуда их люди берут? Давай подумаем Я понимаю, что надо Ну как бы За себя браться Потому что если я сама Ну не соберусь То никто, конечно, от меня Это не сделает Ксюш, на самом деле У меня тебе совет простой Нужно не останавливаться Нужно идти к своей цели Ну согласись Ну На самом деле Хотела сказать, что Вот сегодня прошел день И я уже чувствую в себе Какие-то подвижки То есть Гардероб, например Захотелось свой Пересмотреть Весь изменить То есть Это уже, мне кажется Какой-то такой шаг Мне охота экспериментировать То есть общение С тобой на меня хорошо Влияет Я очень хочу тебе показать Что заниматься творчеством На самом деле Это безумно круто Подумай Как тебе реализовать себя В творческом плане Хорошо? Да Иди сюда Пока Ну я очень волнуюсь В ожидании реакции мужа Потому что он у меня Все, что думает То у него будет И на лице написано И то он скажет И мне очень кажется Волнительно Как он отнесется К моему преображению Мне очень хочется Чтобы вечер стал Для моего мужа Настоящим сюрпризом Чтобы он смотрел на меня Таким свежим взглядом Как будто не 4 года Там каждый день Он меня видел Рядом с собой Как будто вот Что-то такое новое Яркое В его жизни произошло Второй раз влюбился Но в того же человека Смотрите после рекламы Прикольно Я думаю Муж вообще такого Не ожидает Но ему покажется Что эти образы Выглядят дешево Я думаю, что нет Ты в таком образе Будешь яркой? Очень яркой Пожалуйста, это все Чего ты хотела Класс У меня в горле Пересохло от эмоций Ты рискуешь превратиться В женщину-кошку? Я думаю, что это уже После мероприятия Ес! Ранее в программе Ксению Бутахину Муж резко критикует За пристрастие К дешевым вещам Из интернет-магазинов Последняя моя блузка Которую я приобрела Муж на меня когда увидел Он сказал, что он даже рядом Вообще со мной не встанет Если я выду в ней на улицу Но в честь годовщины знакомства Девушка решила сделать Любимому сюрприз И стать эффектной красоткой Чтобы он видел, что я не хуже Жен его друзей Что он может нагордиться Всего 24 часа Есть у Александра Рогова И его команды Чтобы превратить Невзрачную художницу В настоящий арт-объект Интересная юбка Футболка с принтом Плюс массивная меховая жилетка Оббеливание! Супер! Посмотри на меня, пожалуйста Ну на самом деле очень круто Что получится в результате Модного эксперимента? Ксюша, доброе утро! Доброе утро! Я смотрю бодрое, улыбаешься Да, несмотря на то, что У меня очень плохо спалось Ну а что спалось-то плохо? Насыщенный был предыдущий день Еще очень волновалась Вот о сегодняшнем дне И прям куча мыслей в голове Ну все, этот день уже начался Давай позавтракаем И мы продолжим твое преображение Я хотел у тебя спросить Как вы познакомились с твоим мужем? Мы познакомились в интернете Я разместила свою анкету На сайте знакомств И просматривала анкеты И меня заинтересовало именно его Я ему написала Обменялись буквально Несколько сообщений И общение прекратилось Подумала, ну раз мне не пишет То я ему и не интересую И потом проходит буквально дней 10 И он мне пишет привет Как потом оказывается Он уезжал отдыхать И когда приехал Залез на сайт знакомств И увидел мою фотографию Там наверху в пробегающей ленте А, лента, в которой рекламируются Чужие аккаунты Да, и ему понравилось Он решил мне написать Заходит, а оказывается Что мы с ним уже переписывались Ксюша, это судьба Я тоже так думаю Ой, все такое необычное Совершенно разное И даже У меня нет слов Прикольно Все так хочется скорее померить Или пощупать Ксюша, я тебе предлагаю Сейчас немного выдохнуть Я хочу все тебе объяснить И начнем примерку Хорошо? Да Итак Я хочу, чтобы ты научилась Внешне отображать то, что внутри И я считаю, что вот таким образом Ты сможешь это сделать Это очень странные наряды Это совершенно неординарные сочетания Но я никому, кроме тебя Такого предложить бы не мог Во-вторых, помнишь, мы вчера говорили О определенной диспропорции В твоей фигуре, которую хотелось бы скорректировать Это мы сможем сделать при помощи вещей С дополнительным объемом Ты видишь здесь объемное пальто У платья как будто бы уже есть свой объем И это платье эту форму держит Здесь объем мы достигнем При помощи этого мехового жилета Все будет направлено на то Чтобы тебя гармонизировать Ну и я думаю, что особого внимания Здесь удостоятся аксессуары Ты видишь совершенно странные сумочки В форме сердечка В форме какого-то мешочка Там вообще сумочка в форме пакета от молока Я хочу, чтобы ты сегодня вечером Была совсем не такой, какой ты привыкла быть Я думаю, муж вообще такого не ожидает Но ему покажется, что эти образы выглядят дешево? Я думаю, что нет Ты в таком образе будешь яркой? Очень яркой Пожалуйста, это все, чего ты хотела Спасибо Давай я выберу, с чего начнется примерка Пусть это будет образ, основанный на золотой юбке Объемном жилете Иди в примерочную, я жду тебя здесь Очень круто Я уже безумно влюблена в эти туфли Юбка, все, жилетка такая классная на ощупь И мне кажется, что я, как эта юбка, свечусь только изнутри Класс На этот образ меня вдохновил Энди Уорхол А точнее, музой для меня стала его муза Эдди Седжвик Она одевалась примерно так же Это всегда был вызов общества Это всегда было что-то неожиданное Вот сейчас ты выглядишь так же Тебе безумно идет Спасибо Ты видишь, кто на майке? Я еще... Ты в шоке Без зеркала На майке изображен Дэвид Боуи Музыкант, который так же любит провоцировать И не любит выглядеть, как все А еще я хочу, чтобы ты обратил внимание на то, что на майке портрет Ты же тоже портреты рисуешь? Да Может быть, тебе майки с портретами начать выпускать? Мне кажется, это отличная идея Обязательно я воспользуюсь Продолжаем примерку? Да Я очень хочу предложить тебе образ номер два Позволь мне снять Смотри, какое платье Оно крутое Просто круто Круто Непередаваемое ощущение Как? Платье все такое необычное Снимай пальто, хочу посмотреть Класс! У меня в горле пересохло от эмоций Давай мне пальто Такого ракурса оно выглядит отлично Ксюша, оно с моего ракурса выглядит отлично С твоего ракурса выглядит отлично Потому что это платье для тебя Это прям такая маленькая принцесска Класс! А ботильоны? Ты вообще видела? Да Такая прикольная пяточка необычная И так подходит к платью Да Так бы ты пошла на свое мероприятие Да Но мне не терпится и последнее просто тоже померить Давай Это будет оранжевое платье Из неопрена Это еще одна необычная ткань Которая тоже держит форму Попробуем? Да Ну что? Очень необычное сочетание Я влюблена в эту сумку Потому что она такая прикольная Я бы никогда, мне кажется, ее не купила Но вот сейчас она на мне И мне кажется, это прям моя тема Обратите внимание, сейчас в тренде Аксессуары не похожи на сумки То есть сумка в виде пакета от молока Сумка в виде книжки Ксюша, тебе как раз-таки такие вещи носить можно и нужно Они тебя красят и несказанно тебе подходят Еще хотела сказать про ботильоны Они на каблуке, но они нереально удобные Мне кажется, я в них даже кросс могла бы помешать Вот видишь, это значит, если захотеть Ты можешь в магазинах найти обувь на каблуке В которой тебе будет удобно Плюс еще они леопардовые Когда-то при знакомстве с мужем я была одета в леопардовую кофточку И признаюсь, у меня в те годы Половина, наверное, гардероба была леопардовая Поэтому я тайно все еще влюблена в этот принт Но смотри, с леопардом тоже нужно быть осторожной Желательно, чтобы один или два элемента максимума в наряде были с этим принтом Потому что иначе ты рискуешь превратиться в женщину-кошку Я думаю, что это уже после мероприятия Я хочу тебе напомнить, что этот вечер это настоящий эксперимент Ты должна действительно выбрать что-то совершенно неожиданное Потому что когда еще в этой жизни Ты совершишь какое-то вот такое фэшн-безумство Ты готова принять решение? Мне так сложно Я думаю, готова Скажешь мне на ушко? Да Точно? Да Ты выбрала мой комплект фаворит Не пропустите после рекламы Руки, ноги трясутся, я очень волнуюсь Чего так боится Ксения Бутахина? Мне кажется, что мне не хватит волос, я еще и на челку Ты сможешь ее снимать Как изменят внешность девушки? Сейчас реально, Ксюш, ты обрела лицо Отлично, скорее бы это увидите Что она почувствует перед встречей с мужем? Такие же ощущения, как на первом свидании Класс Меня прям трясет все Девчонки, привет! Привет! Ксюш, это Лена Немцева, тот парикмахер Это Оля Романова, твоя визажист А это Ксюша Мы Ксюшу готовим к романтическому свиданию Она своего мужа пригласила на встречу Ксюша еще приготовила мужу небольшой сюрприз Знаю, что будет что-то необычное Давайте, наверное, сделаем все, что мы можем Давайте Елена Немцева Волосы ее стихия Гений цвета, мастер-колорист и победительница конкурса «Золотые ножницы» Тонкостям парикмахерского искусства училась в Швейцарии Ее рукам не боятся доверить свои головы наши и зарубежные звезды В том числе певица Максим, Патрисия Каас и даже Перис Хилтон Лен, я тебе открою секрет Ксюша об этом не говорит, но я чувствую, она очень боится Да, у меня руки, ноги трясутся, очень волнуюсь Почему? Волнуюсь очень за прическу Боюсь каких-то очень смелых решений, там, коротких мальчишеских стрижек Лен, почему у тебя такие удивленные глаза? Чего можно еще бояться, когда на голове уже сотворено все, что можно? Так, о чем идет речь сейчас? Я не профессионал, может, я чего-то не вижу, расскажи Во-первых, отросшие корни, шикарное милирование, которое уже убило волосы Так Концы сухие, длина непонятна, формы нет Ну, просто мне в последнее время не везло, вот именно со стрижками и с окрашиваниями Я уже боюсь всего Ксюша, тебе наконец повезло с мастером, понимаешь? Лен, я действительно вижу довольно жидкие волосы А, Ксюш, я так понимаю, что у тебя есть какая-то проблема Да, после родов стали выпадать волосы Если выпадают волосы, отращивать при такой проблеме я не рекомендую Если нас не устраивает состояние волос на данный момент, мы Отрезаем Примерно вот так Да Я считаю, что при таком высоком голубе Ксюше надо носить челку Ксюша? Мне кажется, что мне не хватит волос еще и на челку Так, подожди, не забегай вперед Будет челка, но у нас есть небольшой секрет Челку мы сделаем не из твоих волос Ты сможешь ее снимать? Отлично Работайте Ксюша, твоя проблема – это выпадение волос И с ней надо обратиться к врачу А еще надо правильно подобрать домашний уход А что ты мне посоветуешь? Попробуй лошадиную силу Это шампунь самой продаваемой марки в аптеках по всей России В его состав входят коллаген и ланолин, создающий эффект биоламинации И не надо тратить деньги на дорогие лечебные процедуры Большое спасибо за совет Обязательно учту ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, подожди, я хочу посмотреть Как круто Даже не могу себе представить, но кажется, что больше волос стало И забыла я уже это ощущение Сейчас реально, Ксюш, ты благодаря Лене обрела лицо Отлично, скорее бы это увидите Спасибо тебе большое Хорошо Пока Оля Ольга Романова Гуру мейкапа и звезда модного закулисья В мире фэшн и шоу-бизнеса это имя знает каждый А лица селебрити на глянцевых обложках – ее рук дело У этой блондинки безупречное чувство стиля Она всегда в курсе самых свежих трендов в макияже График Ольги расписан на месяцы вперед А среди ее постоянных клиенток – певицы Ёлка, Кетти Тапурия и Вера Брежнева Оль, я сейчас вас оставлю с Ксюшей наедине Работайте, вообще не буду тебе давать никаких наставлений Того, что Ксюша сегодня вечером должна выглядеть как арт-объект Мне кажется, вполне достаточно Супер ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хо-хо-хо, как круто! Как интересно! Я не смогла себе отказать в удовольствии сделать яркую, красивую, очень модную, чуть темнее, чем обычно помаду Ты же видела, какую помаду или красит? Да, это очень неожиданный для меня был Это очень неожиданный цвет для меня тоже Но на самом деле мне нравится, получился чуть-чуть готический образ Еще, Оль, я что хочу отметить Мы с Ксюшей знакомы сутки Я ей два раза даже намекал на то, что не слишком ли темный татуаж сделала себе Ксюша на глазах Сейчас эти стрелки куда-то делись, что ты сделала? Я взяла ластик и их стерла Нет, серьезно! Я воспользовалась очень плотным консилером И просто их замазала, и сделала уже то, что мне нужно было сделать Сейчас все круто Я тебе гарантирую, когда ты выйдешь с себя в зеркале, ты обалдеешь Я предлагаю завершить преображение, прямо сейчас переодеться и поехать уже к нашему зеркалу Спасибо большое! Ксюша, ну как ты? Я безумно волнуюсь Я очень боюсь увидеть свое отражение в зеркале, потому что я не представляю, что там может быть И плюс я безумно боюсь встречи с мужем Вот у меня такие же ощущения, как 4 года назад на первом свидании Класс! Как будто мы первый раз друг друга увидим, и вот меня прям трясет все Ксюша! Вы сейчас не видите глаза Ксюши, но она просто остолбенела Ксюша, почему такими глазами смотришь на свою же фотографию? Ну потому что эта фотография только вот остолбенение у меня вызывает Я тут очень, не знаю, унылая, серая Вот, ты здесь унылая и серая, Ксюша, ты внутри такая яркая И давай уже привыкай к тому, что теперь внешне ты должна отображать то, что у тебя внутри Хорошо? Да Далее в программе Что скажет девушка о своем новом образе? Блин, как! Как отреагирует муж на преображение Ксюши? Тебя не узнать, где моя жена? Ранее в программе Сегодня Ксения Бутахина празднует годовщину знакомства с любимым Ксюша еще приготовила мужу небольшой сюрприз Знаю, что будет что-то необычное Но прежде всего девушка мечтает стать яркой красоткой, достойной восхищения После своих последних экспериментов с неудачными покупками, когда мне муж сказал, что я выгляжу дешево и сердито Я уже боюсь экспериментировать Я очень боюсь уколов и всего, что с этим связано У меня руки, ноги трясутся, я очень волнуюсь Ровно сутки Александр Рогов и его команда помогали Ксюше избавляться от страхов и учили девушку самым смелым модным приемом Мне кажется, что я как эта юбка свечусь только изнутри Эти стрелки куда-то делись, что ты делала? Я взяла ластик и их стерла Сейчас реально, Ксюш, ты обрела лицо Отлично, скорее бы это увидит Какой образ придумали для художницы, стилист и его помощники? Так, приготовься, это супер образ, это арт-объект Скорее уже, мне не терпится Блин, как Блин, это круто, круто, круто Прям как с обложки журнала Безумно яркая, такая утонченная Прям я чувствую себя какой-то вот куколкой Столько волос У меня никогда в жизни такой челки не было И цвет, блин, как Мне прям внутри меня все кричит, все восхищается Ты довольна своим выбором? Безумно, я вот разговариваю с тобой, но невольно У меня глаза касятся на свое отражение Я прям очень счастлива Субтитры сделал DimaTorzok Как ты думаешь, как твой муж отреагирует, когда увидит тебя вот в таком неожиданном образе? Я не удивлюсь, если он в обморок упадет Ты могла бы так пойти на улицу? Вот сейчас мне кажется, что сейчас бы могла Мне прибавилась уверенность и какой-то решимости И хочется больше действовать И в личной жизни тоже хочется чего-то такого же яркого И снова ярких чувств, эмоций И мне хочется чего-то невероятного теперь в своей жизни И я очень благодарна тебе вот за этот толчок И всем, кто со мной работал Прям какое-то вдохновение действительно Мне кажется, я приду домой и буду творить Пожалуйста, начни рисовать Очень рассчитываю, что в следующий раз мы с тобой встретимся уже на моей выставке А почему нет? Я с удовольствием приду на твой вернисаж Ну иди ко мне Ты вообще меня вдохновляешь Ты невероятная, ты очень классная У меня есть для тебя еще один небольшой подарок Твой мобильный телефон, держи Сможешь позвонить мужу, сказать, что ты уже едешь Я тебе даю мой лимузин Отправляйся навстречу своей новой жизни Спасибо Счастливо Пока Еще вчера муж Ксюши мог позволить себе сказать, что она выглядит дешево Но сегодня вечером он поймет, какое сокровище на самом деле ему досталось Но если вы тоже хотите оказаться на месте Ксюши И измениться до неузнаваемости Не надо ничего бояться Это абсолютно реально Прямо сейчас отправляйте ваши заявки на кастинг по адресу, который вы видите на своих экранах И возможно именно вы проведете самые модные 24 часа в вашей жизни с нами на СТС Ну а вы смотрели программу Успеть за 24 часа С вами был я, Александр Рогов До встречи на следующей неделе И помните, мы вас любим Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Выглядит очень интересно, эффектно Как подобает художница настоящая, да, очень стильно Здорово, здорово Просто все супер, мне нравится До сих пор я не верю, что это все произошло именно со мной, что я вот сейчас выгляжу так, как я выгляжу Мне кажется, я еще приду домой и буду себя разглядывать В общем, у меня куча эмоций, и они очень положительные и очень яркие Так же, как и моя внешность сейчас Теперь она преобразилась, теперь она стала намного более привлекательна, интересна, с изюминкой Я был горд, мне было приятно, что со мной находится такая приятная, красивая девушка, что это моя жена любимая Ты у меня самая красивая Спасибо, я тебя очень люблю А я тебя люблю А теперь идем в кино С удовольствием Я считаю, что мне крупно повезло, что я попала в эту программу Я думаю, что я учту все пожелания, все уроки, которые мне тут дали И я настроена только на позитив, на перемены и на счастье Сегодня в честь нашей годовщины я приготовила ему небольшой фильм о нашей совместной жизни Антон не ожидал, конечно, такого сюрприза Он был невероятно удивлен Да, этот сюрприз был очень замечательный Такого и в мыслях у меня не было Я ожидал, что будет любой фильм, какой угодно из тех, которые сейчас идут Но что это будет наш семейный фото-видео-архив Это очень интересно Это то, чего мы давно хотели сделать Мне кажется, он растрогался Потому что он так крепко сжимал мою руку Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Смотрите в следующем выпуске Наша сегодняшняя героиня Наташа знает Она опасна для окружающих Она мне приносила полотенце Сидела надо мной Мамочка, мамочка вытирала у меня кровь с лица Ну, в общем, это было ужасно Расскажи, что там такого случилось? Меня называли котом, которого нашли на помойке Говорили, посмотри на кого ты похожа Ты почаще на себя в зеркало смотри Ты никто, ты гадкий утенок Я считаю себя уродиной Как взрослой женщине победить детские комплексы Скоро узнаете Я не верю вам Зачем вы мне говорите какие-то глупости Это все вранье Идите лесом Я с вами вообще общаться не хочу Вау, очень красиво Очень Мы совершили революцию Революция у меня в мозге Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому